Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 14 мая. Я сейчас вышла и подумала... Ой, самолет летит, смотрите. Как... Кстати, у нас нет аэродрома во время вот этой... Кто там, перестройка была или что, вот эти 90-е. Как аэродром закрыли, у нас самолеты к нам не летают. Вот. И поезд у нас как тупик, у нас, короче, конец железной дороги. Для того, чтобы вы понимали, в какой отдаленности от центра мы живем. Вот до нас доезжает поезд, все дальше только, ну, на автомобилях или на лошадях, гужевым транспортом. Все дальше, нет ничего такого цивилизации. И вот я сегодня подумала, посмотрела прогноз погоды, подумала, как мало человеку надо. Правда, прочитала, что сегодня переменная облачность, думаю, о, радость-то какая. А на ночь еще, представьте, прочитала, небольшой дождь. Так это просто счастье, потому что от этой жары мы уже не знаем, куда деваться. Вот сейчас 6 утра. Вставать приходится все раньше и раньше, чтобы по холодку поработать. 6 утра, 14 градусов. С часу и до 5 будет 27-28. Ну, это будет пекло, короче, снова. Ну, радует, что вот это вот томатное поле у меня все как увеличивается. Почти все томатное поле засадило. И я люблю, когда стоят вот такие контейнера пустые, пустые стаканчики. Много-много стаканчиков. Это значит, вчера много высадили томатов. А томатов много высадили, вот как я уже показывала, вот на эту грядку. И несмотря на то, что погода была вчера под 30, и они выглядели, вот эти даже я вам показывала, выглядели такими как бы квелами, вялыми. Стоят как солдаты, все встали. Смотрите, они же еще без подвязки. Комар пристал какой-то. Все встали, все. Эта грядка готова. Сейчас все лишнее здесь уберем, стакана уберем. Можно сказать, что томатное поле закончено. Нужно теперь идти по бордюрам. Вот эта заваленка, вот эта заваленка. И после этого начну высаживать наши сибирские вот эти толстоногие, которые ждать могут бесконечно, они не вытягиваются. Но все равно нужно их высадить. И представьте, какой в этом году подарок мне сделала природа, что я имею возможность начать высаживать раньше, вот из-за этого тепла аномального. Вы только задумайтесь, если мне нужно было бы ждать до конца мая, начала июня, и все это количество, как обычно, как в прошлом году, нужно было бы высаживать сразу, одновременно, единовременно. И вот кто говорит, вот сегодня прочитала комментарий, ой, что вы себя так мучаете, зачем так? Это разве мучение? Ну это жизнь, движение, это жизнь. Я говорю, что а что лучше на диване лежать, болячки свои считать? Когда ты в темпе работаешь, ты даже забываешь о своем возрасте, о своих болезнях, обо всех. И это я еще нынче медленно работаю, у меня растянутый процесс. А представьте, вот представьте, что нужно за одну неделю высадить все это поголовье. Вот в прошлом году было действительно сложно. Посмотрим дальше. Да, вот проходя мимоходом, хочу сказать о капельном поливе. Многие интересуются капельным поливом. И я уже в прошлом году снимала очень-очень много видео, и я показывала, как у нас у каждой теплицы стоит бочка. Но вы понимаете, это так захламляет участок, вот эти все бочки. Сейчас покажу вот туда. Вот там видите у нас все? Бочки, 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 бочки. Это все у каждой теплицы, короче, от бочки идет шланг каждой теплицы. Но вот здесь, когда вот такое огромное количество, вы понимаете, что никакой бочки здесь не хватит, потому что тут вот 500 примерно томатов. Если посчитать, что мы 4 литра на один томат во время активного вот этого цветения, плодообразования, должны вылить 500 на 4. Это что, 2 тонны воды нужно сюда вылить? Не знаю, я не буду заморачиваться считать, я еще не совсем проснулась. Но дело в том, что здесь мы сделали капельный полив прямо от водопровода. Хорошо мне в том году подсказала одна зрительница. И смотрите, это так облегчает труд. Вот сейчас у меня здесь нет капельного полива, и вы видите, что мне приходится в каждую луночку. Ужаража стоит в каждую луночку, в каждую луночку. Пройдите-ка, полейте в каждую луночку такое количество, вы поймете, что на 200-м, на 300-м томате вы поймете, что это нереально. И вот у нас, вот эти вот, которые со скита торчат от этого, еще не раскладывали, у нас прям он идет от водопровода. Все. Мы сейчас разложим, я включаю. Ну, напор, тут единственное, что нужно следить за напором, потому что водопровод, этот, насос качает у нас из-под земли, у нас автономная вода, и напор очень большой. И тут главное, чтобы проследить, просто чтобы напор был, ну, такой. Я трогаю эту, кишку-то трогаю вот так вот, чтобы она была плотненькая, но чтобы сдавливалась. Если она вот так вот, видно, что она уже надулась такая, что тугая ее не сдавишь, это много сорвет. Ну, короче, приспособиться можно. Но вот этот капельный полив от водопровода, он так облегчает наш труд. И многие пишут, можно, там же холодная вода, можно ли поливать. Не знаю, в прошлом году весь год поливала. Сейчас вот мы все засадим, томатное поле до конца. Я разложу эти вот ленты и буду включать. И то, что, ох, увеличиваются прямо на глазах. И то, что холодная вода, особенно вот в такую жару, я не думаю, она же по капельке, она вот капнет капелька, потом еще капелька. И вот это вот мокрое пятно, оно тут же нагревается, пока оно туда до корней доходит. Мне кажется, что вода уже становится теплая. Я потом, когда разложу ленты, я покажу. В прошлом году первый раз мы сами это сделали. И сделали уже поздно, в июне, по-моему. Но до этого я с шлангами, если честно, я замучилась ходить. И это такое облегчение, когда из водопровода капельный полив, когда не нужно бочки эти наливать. Не нужно следить, потому что в теплицу тоже одной бочки не хватает. Вот бочка выльется одна, бежишь, проверяешь, кончилась вода, еще наливаешь. Из водопровода прекрасно. Я засекаю время, например, поливаю 2 часа. Вот она капает, 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 капает. Смотрю по размеру круга вот этого мокрого. Смочилась как достаточно. Так все выключаю. И очень хорошо. Мне так понравилось. До сих пор благодарю. Я уже не помню ни имя, ни фамилию этой зрительницы, но мысленно я ее до сих пор благодарю за идею капельного полива от водопровода. В эту теплицу по утрам я уже почти не заглядываю, потому что здесь, ну как бы, я не знаю, я уже потеряла интерес. Я знаю, что здесь томаты завязались, они укрупняются. Я вот вам показывала, тут уже, видите, они уже такого размера, что как настоящие помидоры. Тут даже, ну как, тут все сделано, тут все в порядке. Самое главное же высадить, на первом этапе им помочь. Вот я высадила, грунт подогрела. Дальше они уже своим ходом идут. И теперь только, наверное, буду, когда спелые томаты, буду заходить и делать видеообзоры. Но если только что, можно еще посмотреть там перцы и баклажаны в конце. Ну, кстати, перцы я сюда не заглядываю, уже перчины такие, как почти в натуральную величину. Уже хорошие такие. Вот это ранний. Это вот Биг Мама, который должен быть оранжевый. И они очень много завязей молодых. Ну, тоже все идет своим чередом у них. Тут вот у меня новинка. Первый год посадила, посеяла золотое руму. Тоже завязались. Такие формы, как русские колокола удлиненные, я люблю такие томатики. Тоже много очень завязи. Ну, тут, конечно, из-за комфортных условий. Тут нужен за ними глаз да глаз. У них же здесь все условия с весны были заданы. И они разрастаются, как бешеные. Тут нужно постоянно посынковать, постоянно прореживать второй, третий ярус, чтобы не было затемнения. Вы видите, они, казалось бы, как сплошной стеной стоят. Но если вот так заглянуть... Я не могу сбоку показать, потому что дорожка узкая. Если вот так заглянуть, то света-то всем хватает, конечно. Но это требует повышенного контроля. Это не как в открытом грунте. Тут, конечно, за ними нужно следить. Вот я говорила, когда позавчера... Видите, какую кучу накосило здесь. Еще даже не успела вынести, потому что было жарко, я убежала. Нужно обрезать, обрезать и обрезать все лишнее. Ну, вчера же у меня появились тут первые новоселы на заваленке от новой теплицы. Заваленка всего с одной стороны сделана, поэтому высадила всего один ряд. И хочу вам показать... У меня сегодня нынче тут новинки, вот которых совсем очень мало. Сейчас пройдем. Я вам покажу один очень странный томат, который вижу первый раз в жизни. Я слышала о нем. Ну, томат, который не с томатными листьями. Я не знаю, или это так надо, или у меня такие уродцы просто выросли. Кто выращивал колоновидные томаты? Смотрите, у меня какая рассада. Возможно, это так и должно быть. Они не очень похожи на томаты. Я когда вчера начала ящики перебирать, смотрю, о, что-то странное. Но вот это у меня подписано колоновидный. Надо сегодня еще в интернете посмотреть информацию. Вот всего две штучки. Буду беречь их. Хочу развести. Если правда, он будет такой, как я предполагаю, что один ствол почти голый и томаты. Больше ничего. Я вот в интернете про него смотрела. Написано, смотрите, необычный сорт, палка с узким кустом. И вот так вот нарисовано, что идет в высоту, весь увешан. Ну, короче, нет ни пасынков, ни ответвлений, что только одна вот эта вот и помидорки на ней. Посмотрим, что вырастет. И, кстати, у него цена выставлена очень дорогая. Смотрите, пять штук, 75 рублей. Но я ни разу не видела у нас в магазине такого. Спрашивают про двери и форточки. Конечно, я ничего не закрываю. Видите, даже форточки. Вот у новой уральской теплицы открыто. Тут как раз можно заглянуть в нее. Посмотреть, как чувствуют себя томатики. Тут им хорошо. Тут у них даже, если у меня в той теплице, немножко они подкучерявливаются. Ну, от жары, вероятно, эти стоят красавцы. Но они еще, они же более поздний посев. Они еще некоторые не цветут. Они просто хорошие, большие, такие толстые кустики. Но цветы не на всех. Хотела же вчера высадить вот в чудо-теплицу. Но заселить ее. Но так как вот с черной тканью провозились весь день, там более сложная высадка. И я на сегодня, я подготовила только грядки здесь. И вчера весь день я думала, огурцы или томаты. Огурцы или томаты. Читаю, комментарии все пишут. Огурцам там лучше, там влажный климат. Все, что томаты там могут отсыреть. И вот огурцы или томаты. Огурцы или томаты. Но все-таки я решила высадить томаты. Ну, по одной причине. У меня-то своя направленность. Раз я занимаюсь изготовлением семян, заготовкой семян. И раз у меня в этом году очень много. Я еще и не считала, но я вот написала, что от 300 до 400 сортов новых только. 700 сортов все или разных. Хоть понемножку, но чтобы посмотреть. И вот чтобы все сорта иметь возможность посмотреть, созерцать, я решила сюда все-таки высадить томаты. Потому что томатов у меня больше. И томаты мне важнее. А огурцы будут в старой теплице, значит, расти. И насчет того, что им там сыро и вот осенью может быть фитофтора. Я же уже говорила, что я-то и планировала так, что я весной во время заморозка и осенью, во время вот этих дождей холодных, во время вот первых заморозков осенних, я хочу сюда накидывать еще полиэтиленовую пленку, чтобы делать, как вот у меня раньше было, как термос тоннель, чтобы туда ни дождь не попадал, и ни холод не попадал. Я не знаю, выйдет у меня все по плану или нет, но видите, вот нынче природа весенние мои планы разрушила. Сейчас, казалось бы, тут пленка-то нужна была бы весной от заморозков, от майских там, от снега, который в том году нас завалил в средине мая. Вот в этом году весной пленка не пригодилась. Но осенью, возможно, я все-таки накину, оставлю только торцы, а может и вообще торцы не оставлю. И так что высадка будет сегодня, и там будут томаты. И хочу туда томаты посадить, самые такие крупноплодные, которые в открытом грунте у нас не успевают все вызревать. Обычно нижние кисти вызревают, а верхние, они только начинают сформироваться, и у нас тут холод, мороз, и томатам уже, ну, некомфортно, они, короче, прекращают расти. Хочу посмотреть, насколько удлинится здесь в чудо-теплице жизнь томатов. А если что, на будущий год высажу здесь огурцы. Жизнь длинная, можем попробовать и огурцы, и томаты, и баклажаны, и все на свете. А может быть, потом еще клубнику внуку тут буду выращивать. Попробуем все. И вот эта грядка про сагротканью, хочу сказать отдельно про нее. Вот смотрите, вчера, как я сейчас уже сказала, вчера целый день ушел вот на изготовление этой грядки. Ну, то есть полностью. Нам пришлось здесь все с нуля делать. Мы вскопали, расстелили ткань, сделали разметку. Поверьте, нажарить делать это очень сложно. Потом прорезали дырочки, полили, разложили по сортам. У меня-то из-за чего все усложняется, из-за чего весь процесс удлиняется. Потому что мне важно их не перепутать. И вот когда мы их раскладываем по сортам, потом я беру тетрадь, всю эту схему рисую, где какой томат, чтобы мы летом, так как это все сорта почти все новые, вот это все-все новинки, импорт, все, чтобы не перепутать. И вот это рисование схем, это перечисление всех номеров, записываем, какой номер по каталогу, какой номер лотка обязательно. Потому что по номеру лотка я узнаю потом летом, когда он посеян и когда он начинает созревать. Потому что я же вам говорила, что здесь встретились рассады разных возрастов. Есть некоторые вообще всего 6 листиков и не цветут. А некоторые вот это, которые остатки от высадки в новую теплицу. Ясно, что этот лоток был посеян почти на месяц раньше, чем тот. И вот указываю номер лотка, потом по номеру лотка даты, чтобы смотреть, номер самого томата, название самого томата. Тут несколько томатов, названия, которые трудновыговариваемые на русском языке. Вот приходится писать нерусскими буквами. И поэтому вот на изготовление этой грядки у нас ушел целый день. И потом еще в конце опять обильный полив и все. И до чего до теплицы я не добралась. Но хочу сказать, что сегодня у меня такое предчувствие. Как в предвкушении. Вот здесь сегодня я буду высаживать свои любимые солнечные томаты. Это то есть желтенькие, оранжевые. Тут будут и дети Беслана. Тут будут и эти. А еще кроме желтых. Тут будут сараевские томаты. Вот вы, наверное, слышали, что есть томаты селекционера Сараева, которые морозоустойчивые, которые, не знаю, правда или нет, говорят, что до минус 2, минус 4 они без укрытий могут там выдержать. Я не знаю, я пока просто наслышана. У меня их, правда, очень-очень мало. Мне прислала одна зрительница. Но тут будет немножко вот по два там сараева. Обильные сараева, потом розовые сараева, ну еще какой-то. И вот здесь вот будет вот эта красота, которая, помните, зимой была дискуссия, вот эта манго, джала санта и манго, все запуталось. Короче, те томаты, которые люди называют самыми сладкими, самыми вкусными. Вы все знаете, что оранжевые и желтые томаты, они и так самые вкусные. А вот эти манго джанго и джала санта. Короче, начали с джала санта. Одна зрительница написала, что это самый вкуснейший. Кинулись кто-то искать. Я тоже. В магазинах нет, не продается. Вот мне один с Москвы прислали одну пачку. И там самодельные семена присылали с трех источников, я получила. И я вот высажу их здесь все, чтобы каждый мог потом попробовать вот этот томат. А потом следующая зрительница написала, что есть еще вкуснее не джала санта, а манго джанго. Ну короче, я не буду путаться, я сейчас, названия какие-то они не наши. Но хотя они продаются иногда в пачках, вот мне прислали прям пачку в магазинную, но продаются редко. У нас точно не продаются. В Москве зрительница нашла в продаже, но тоже после долгих поисков. И вот эти вот самые желтые, солнечные, вот эти золотые томаты, тут же будут и дети Беслана, вот эти манго джанго, джала санта, сараева. То есть сегодня будет такая высадка необычная. Если здесь я их всех рассадила, ну я даже не помню название, то высадку этих томатов я ждала очень долго. А не высаживала, могла бы раньше высадить, не высаживала, потому что был ремонт вот этой киплицы. Про это я хочу рассказать потом отдельно, потому что тут я должна выразить благодарность своим зрителям. Вот это вот подарок от моих зрителей, вот от таких прям самых преданных зрителей, которые со мной или давно, или только что пришли, но которые испытывают особые чувства ко мне. Об этом я мимоходом не хочу даже говорить. Ну смотрите, какая красавица. Прелесть. Все, на этом мы закончим. Хочу, чтобы у каждого из вас день начинался вот с таких каких-то радостных новостей. Я вот посмотрела, погода немножко сегодня пасмурная. Это такое счастье. Люди ждут тепла. А я так обрадовалась, что пасмурная погода, что я могу побольше. Вот я их джала сантов посадить, сараевских высажу. Что им будет легче при высадке, что мне будет самой легче после их высадки. Что нам будет всем легко, и им, и мне всем хорошо. Хочу передать вам вот заряд хорошего настроения, заряд бодрости. Не расстраивайтесь, у кого холодно, скоро к вам придет тоже тепло, я надеюсь. И знаете, что я вот думаю нынче. Наверное, природа решила нас, как бы, мы же всегда, мы вот всегда. У нас вроде как в том году было холодно. Я всегда завидовала, думаю, как хорошо южанам. Вот у них тепло и тепло, тепло. Вот бы нам так. А южане, которым всегда жарко, они же всегда говорят, у нас жарко, у нас все сгорает, чуть было попрохладнее. И природа, как у меня много говорит, волшебный щелчок. Раз, щелкнула и сказала, а поменяю-ка я вас. Побудьте в шкуре того, о чем вы мечтаете и кому вы завидуете. Раз нам южную жару. Попробуйте, посадите в такой жаре, в какой южане там потеют. А южанам сказала она. А попробуйте, вы же хотели попрохладнее. Попробуйте в таком холоде, как в сибирике, посидите, повыращивайте свои растения. И хоп, и люди опять недовольны. Я изнываю. Ой, жарко, не надо нам такую жару, пусть она уйдет на юг. Возьмите 8 градусов лишних. А южане трясутся от холода и говорят, ой, мы не хотим холод, верните нам жару. Правильно говорят. Бойся желаний своих. Надо радоваться тому, что у нас есть, и не завидовать тем, у кого, например, жарче или у кого холоднее. Хорошо там, где ты живешь. И надо приспосабливаться к тем условиям, какие у нас есть. Вот, раз у нас в мае снег, ну и надо быть благодарным, пусть будет снег. Потому что жару выносить, я на себе уже поняла, очень сложно. Нам бы похолоднее. Но не буду молить, это вдруг снег выпадет. Ладно, до свидания. Я каждый раз, проходя мимо вот этих огурцов, удивляюсь, как они разжирели прям на глазах. Погода же стоит теплая, им хорошо. Но хочу вам напомнить, вот у нас сегодня 9 градусов на ночь. 9 градусов для огурцов мало. И я вот сегодняшнюю ночь буду дверь теплицы закрывать. До этого было открыто у нас и форточки, и двери, все. Но ради огурцов сегодня придомовая теплица будет закрыта. А вообще, в такую жаркую погоду, вот здесь жара, может появиться паутинный клещ, потому что он любит сухую жаркую погоду. Их, конечно, нужно поливать. Мы вчера душ делали, опрыскивали. И я уже приготовила, сварила сыворотку для опрыскивания томатов. Многие делятся, что достаточно одной сывороткой обрабатывать все лето. И паутинный клещ, ну как, не может их повредить. Говорят, что он не может эту пленочку, у него очень маленький вот этот хоботок, маленький, тоненький. И этой пленочке от сыворотки достаточно, чтобы он как предохранить от паутинного клеща. Вот я себе сыворотку уже сварила. Я в прошлом году показывала, как я опрыскиваю огурцы вот этой сывороткой молочной. Она, кстати, и для опрыскивания томатов подходит, как профилактика от фитофторы. Она кислая среда, и вот все там, всю эту патогенную микрофлору она может на корню загубить. Но это, если так знаете, в легкой, ну как профилактика только, это не лечение. И вот огурцы, сейчас высадку закончу дня через два, сыворотка хранится в холодильнике. Огурцы буду регулярно опрыскивать вот этой молочной сывороткой. В том году мне помогло очень хорошо. У меня это огуречная арка до самой осени была зеленая такая. Вы знаете, что когда паутинный клещ нападает, они желтеют, засыхают листья и некрасивые. И если делать арку и потом с желтыми листьями, конечно, это будет не очень хорошо. Нужно, чтобы они были декоративные, зеленые. И вот это сывороточное опрыскивание буду практиковать и в этом году. Тем более они прям радуют глаз. Смотрите, красавцы. Толщенькие, зелененькие, хорошенькие. Еще у меня есть нынче этот куриный помет. Я поменялась на выращивание рассады. Я и рассаду, она мне помет. Буду вот подкармливать куриным пометом. Обо всем постараюсь потом поподробнее рассказать. Сейчас пока высадка мне некогда. Как только высажусь, мне останется только снимать видеоролики, рассказывать. И ходить делать легкие опрыскивания. Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас я продолжаю высаживать огурцы для моей огуречной арки. Я обещала показать, как я это делаю, потому что в выходные у меня прервалась высадка. И смотрите, за эти два дня уже какой большой настоящий лист образовался у тех огурцов, которые я высадила два дня назад. Это значит, это уже точно индикатор того, что огурцы хорошо здесь прижились, все им нравится. Но сейчас я буду в другую емкость, на противоположной стороне от лестницы высаживать. И покажу, как я это делаю, потому что многих интересует, как же я высаживаю огурцы. Ну, кто вот, например, первый раз, кто не уверен, что он высаживает правильно. Я скажу так, ничего сложного в этом нет. Так же, как для томатов, копаю ямочку, вкладываю туда земляной ком с корневой системой и загребаю. Сейчас все покажу подробно.